Всем привет! Я Венера, это Женя. Разбираемся в хитросплетениях криминальных новостей Петербурга. На этой неделе наметилась новая тенденция. В нашем прекрасном городе начали похищать людей. Сначала дядьку какого-то увезли от магазина, окей, но, к счастью, вовремя нашли, потому что везде камеры видеонаблюдения и большой брат следит за тобой. Потом ребенка пытались украсть вместе с коляской. Мы еще долго спорили, что-таки сначала украли коляску с ребенком или ребенка с коляской. Ну, можно шутить, потому что все закончилось благополучно, к счастью. Но, тем не менее, что такое-то? Вот зачем похищать человека? Начали похищать людей, когда Петр Первый только на эти болота пришел. Уже похищали. Ничего нового не произошло. Ну, извини, был какой-то исторический перерыв. Но новые тенденции в том, что похищали по-разному. И если мы посмотрим на новейшую историю, похищали в режиме силового предпринимательства. Много, ярко, блистательно. И это было таким мотивом. Почему? Значит, что произошло сейчас? Во-первых, не умеют. Во-вторых, не знают зачем. А в-третьих, время сейчас нежное. Вот раньше было силовое предпринимательство, а сейчас предпринимательство нежное. Ключевое слово – не умеют. Вот мы сейчас у уголовного розыска и выясним, как надо. Просто. Значит, для похищения человека уголовным розыском, который называется задержание, нужно три человека. Один, ну, три в лучшем случае, либо два. Один за рулем, двое на заднем сиденье, двое выбегают. Ну, я бы сказал так, немножко толкают, человек падает. И когда он падает, ему говорят «уголовный розыск». При этом похитители, как правило, говорят тоже «уголовный розыск». В этот момент наручники, шапка. Если в этот момент тебе говорят «уголовный розыск», это как-то немножко успокаивает. Успокаивает. Шапка, на заднее сиденье, поехали. Так вот, если раньше при силовом-то предпринимательстве едет человек по Каменноостровскому, на заднем сиденье сидит человек… А навстречу ГАИ. А навстречу ГАИ. ГАИ говорит «О, еще одного повезли». Видно, плохо себя ведет. Если человек тогда выходил из узилища и приходил в милицию и говорил «Знаете, меня похитили», ему говорили «А что тебя похитили-то?» Денег был должен. Денег был должен. Он говорит «Должен, да. Отдал, отдал. Ну и все, иди, все нормально». Дело закрыто. Дело закрыто. То есть сейчас, фу-ты-ну-ты, любое похищение, а если еще фонтанка видео, все, это событие. Слушай, ну ты так говоришь, вот не умеют, не это самое, а самому-то слабо. Вот как похитить губернатора Полтавченко? Губернатора Полтавченко похитить нелегко. Не потому, что у него охрана, не потому, что у него Мерседеса, а потому, что Георгия Сергеевича мало. В смысле? Он большой мужчина. Он есть, но его мало. То он в Греции постоянно, то редкие совещания. Ну вот его мало. Поэтому... На что намекаешь? Я намекаю на то, что если мы его похитим, то вот сразу сенсации не будет. Где-нибудь через полторы недели там, слушайте, а... В Смольном заметят, потому что... А журналисты заметят месяц через три. Совершенно верно. Ну и что за похищение? Если три месяца надо где-то держать. Ну что за похищение? Это то, что сразу в таблоиде на следующий день напередовится. Ну хорошо, что вот у нас только Полтавченко губернатор. У нас же еще как минимум один есть. Ну недалеко. Александр Юрьевич Дрозденко. Вот это дело. Как похитить? Значит, его похитить легко. Значит, сразу рассказываю. Значит, вечерами. Александр Юрьевич, в субботу или воскресенье, ему уже вот так вот кабинет, да, вечером приезжает какой-нибудь человек к нему, и он по проспекту Динамо ходит туда-сюда, разговаривает с человеком. А следом ФСО? Нет, нет, никакого ФСО нету. Следом только телефонные звонки жене. Саша достал уже, когда придешь. Через пять минут говорит Саша, и приходит через сорок. Все. Что его похищать? Это точно так же, как и любого человека. То есть, как подошел и сказал, вы отправляетесь похищенным. Нет проблем. Похитили. Завернули, кинули Александра Юрьевича. Он единственное, что сказал, сказал Саша, чумели что ли? Куда меня тащите? Кинули. Куда-то привезли. Дальше что мы с ним делать-то будем? Мать. Ну как что делать? Целый губернатор. Он, наверное, дорого стоит. Дорого стоит. Дорого как минимум в доме правительства. Дорого. Рассказываю о губернаторе Дрозденко и деньгах. Петроградский район, там есть Академия Платонова, да, там волейболисты. Ну вот. И я иногда там занимаюсь. Вечерами выхожу. Там рядом хороший такой магазин. Спортивная одежда. Покупаю соки. В прошлом году иду покупать сок. И Александр Юрьевич тележкой что-то там набирает какой-то там... Сам с тележкой. Сам с тележкой. Что ты набираешь? Я говорю, о, Александр Юрьевич. И мы с ним в светская беседа идем к кассе. Я, конечно, говорю, вы вперед. Ну вот. Я учтивый человек. Он все это выкладывает. Ему девушка говорит. Она не знает Александр Юрьевич. Он не Александр Юрьевич. Она говорит... Просто какой-то мужик с тележкой. Карточку. Она карточка вся говорит. Не хватает 1300 рублей. Ай-яй-яй-яй-яй. Александр Юрьевич Дрозденко поворачивается и говорит, Женя, у тебя деньги есть? Я говорю, для вас, конечно. И даю ему полторы. Он расплачивается. С барского плеча. Не считая. Потом через неделю, разумеется, отдал. Какие деньги? У него на сыр не хватало. Ну похитили мы его. Вот он карточку нам свою и даст. На. В общем, губернатор Ленинградской области. Это, если не ошибаюсь, ну ни одна Франция умещается на территорию. Ни одна Франция. Что неужели ничего не взять? Похитили. И говорим, нам нужно несколько гектар около Вокса. С хорошим видом. Не вопрос. Парни, не вопрос. Сейчас отпускаете. Завтра прихожу на работу. Беру. Главу района вызвать надо, да? Выяснить там в Куми, чьи земли. Как их оформить. Сельхозка. Это не сельхозка. Но при моем ресурсе, даже если я объясню, что меня похищали, я обещал пацанам, да? Ну, к лету. Ну, к лету. Нормально? И то. К лету какого года? Мы-то просили у него у Вокса, а он нам в сланцах. Скажет, у Вокса три просили, в сланцах восемь возьмите. То есть не первый раз его похищают. Что мы с этим делать будем? Слушай, ну печальная какая-то рисуется картина. Губернаторов похищать-то совсем смысла нет. А вот кого бы ты похитил с удовольствием? С интересом и с азартом? Значит, кого надо похищать? Да, записывай. Это ребят, у которых есть много кэша. Только много это не пачка. Много это... Чемодан. Да, как у полковника Захарченко. Что это за парни? Значит, это обнальщики. Это незаконный возврат НДС. Это игровые. Это там наркодилеры серьезные. Вот тут абсолютно беспроизвестная вещь. Первое. Ты заберешь кэш, заберешь в этот же вечер. Ну, он все равно скажет. Двое держит, один спрашивает, правильно? Все равно расскажешь, да? И, в общем-то, они тоже не придут в полицию, да? И не скажут, слушай, так и так. У меня поставка была 300 килограммов кокаина. Я только продал, все отняли. Разберись. Ну, не скажешь. На фонтанку они потом не придут? Не скажут. Вот и все. Поэтому вот с ними надо работать. Но самое главное, работать профессионально. Задолбали дилетанты. Дилетанты. Всего самого лучшего. Похищайте правильно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова